Всем большой привет! И в сегодняшнем видео я хочу поделиться с вами своими подарками и новинками в декоративной косметике. У меня почему-то за последний месяц декабрь накопилось просто огромное количество разной косметики. В основном это были подарки, ну и также кое-что я себе заказывала и покупала. Итак, если вы хотите посмотреть, то поехали! И начнем мы, пожалуй, с теней, потому что их накопилось у меня довольно много. И кто следит за моим каналом, тот мог уже, наверное, заметить в одном из моих влогов, что мне пришла посылка от Заива и там было несколько палеток. С 11 января у них вышла новая коллекция палеток теней и румян и они мне прислали парочку из них в качестве пиара, как и остальным другим блогерам. И у меня две палетки теней под названием Warm Spectrum и Nude Spectrum и две палетки румян Nude и Coral. Эти палетки немного отличаются от предыдущих, потому что в них вы можете насчитать 15 оттенков теней, тогда как во всех основных имеется только 10. Лично мне очень нравятся эти палетки, особенно нюдовая, потому что, как по мне, в ней собраны все те цвета, которые вам нужны для ежедневного макияжа, например, а также вы можете накраситься для вечернего выхода. Очень удачная подборка цвета, в принципе, во второй палетке тоже, с помощью нее можно накрасить что-нибудь интересненькое. От палеток с румянами можно так вообще визжать, потому что они подойдут, ну, абсолютно каждому, мне кажется, и с коралловыми оттенками можно замечательно использовать весной или летом, ну, а нюдовая, нюдовая вообще идет всегда. Пополнили мою коллекцию теней еще две палетки от Urban Decay, одна Gwen Stefani, это лимитированная палетка, а другая Naked Smoky. Эти две палетки я получила от своего мужа в подарок на Рождество, вообще не ожидала, что он мне их подарит, если честно. Просто как-то раз упомянула, что они мне нравятся, но была сама все же не уверена, нужны они мне или нет, потому что, в принципе, теней у меня достаточно, а он это себе, видимо, втихаря намотал на ус и потом неожиданно подарил. Палетку от Gwen Stefani я уже использовала в одном своем макияже, как раз перед Новым годом, когда я красила себе Smoky Eyes. И в ней очень интересная подборка оттенков. Она содержит 15 цветов, и если посмотреть на нее так схематически, то первые два ряда содержат классические оттенки, которые более ходовые и которые можно использовать практически всегда. Если обратим мы на нижний ряд, то здесь уже более замысловатые оттенки, как, например, вот этот розовый под названием Harajuku, или темно-синий, или этот золотистый, который даже имеет как будто бы зеленоватый подтон. Замечательная палетка, я ей очень довольна, и теперь не нарадуюсь, что она у меня все-таки появилась, потому что, тем более, это лимитированная коллекция, и иногда, когда ты смотришь на какие-то лимитированные коллекции, то думаешь, нужно тебе это или нет, может быть, все-таки еще взять, потому что потом этого уже не будет. Если вы еще не знаете, брать или не брать, то мой совет берите. И палетка Smoky, которой я, правда, еще не пользовалась, но, думаю, на просторах YouTube у разных бьюти-блогеров вы уже могли лицезреть использование этой палетки в разных макияжах, поэтому, я думаю, здесь я ничего не упустила. И еще одна палеточка от The Balm под названием New Dude, которая пришла мне в посылочки из России от одной девушки по имени Мария. У нее имеется свой интернет-магазин, где она продает косметику, кстати, очень крутую, и в честь Нового года она решила сделать мне подарочек и собрала посылочку. За это я ей очень благодарна, а для моих подписчиков она также сделала скидочный код, при помощи которого вы можете получить скидку на ваш заказ. Сейчас точную информацию я оставлю под видео, можете туда заглянуть. Еще в эту посылочку входил и бронзер от Benefit под названием Hula. Все знают этот бронзер, у меня его еще не было. И в последних видео я довольно часто его использую, потому что, на мой взгляд, он выглядит очень натурально, лично на моей коже. Придает приятный оттенок лицу, подчеркивает скулы, в общем, ну вообще красота. На данный момент пользуюсь практически только им. Также у меня появился вот такой набор кистей от Real Techniques, которые я уже давно хотела испробовать. И пользовалась я уже двумя кистями из этого набора. Очень нравится наносить вот этой пушистой полуплоской кисточкой тени на все подвижное веко. Вот эта толстенькая мне нравится растушевывать какие-то резкие границы. Остальными тремя пока еще не довелось попользоваться, но тоже думаю, что они не подкачают. И последними в этой посылке были две вещи. Румяна от NYX, за которыми я очень долгое время гонялась, а также уходовая косметика. Вот такое яичко, которое для расширенных пор и черных точек, и при нанесении консистенция этого геля, который также в своем составе имеет крупинки, которые немного скрабируют вашу кожу, она начинает разогреваться. Что помогает смягчить кожу и расширить поры. Я пользовалась уже им несколько раз, и могу сказать, что осталась довольна. Приятно пахнет, и после его использования кожа действительно становится очень гладенькой. И на днях мне пришла еще одна посылочка с косметикой, но эти вещи я уже сама хотела очень попробовать. И эта марка называется Manly Pro, то есть она заявлена как профессиональная косметика. В этой посылке у меня было гелево-кремовый суперстойкий тинт для бровей. Я уже им пользовалась, и могу сказать, что он действительно суперстойкий. С ним довольно удобно работать, хотя у него очень интересная консистенция, с которой я до этого еще не работала. Но к нему мне все же не нужно было долго привыкать, и с первого раза у меня получились уже довольно хорошие, красивые, оформленные брови. Ко всему этому шла еще вот такая очень удобная скошенная кисть, которую я даже рисую из стрелочки. Жидкий хайлайтер, который я уже на днях использовала в своем видео с ежедневным макияжем, и на который многие обратили внимание. В этом видео я использовала его совсем чуть-чуть, то есть придавала очень такой натуральный легкий отблеск скулам, но его также можно и наращивать, и получается очень красивое сияние. И еще два продукта, которыми я пока не пользовалась, это база под макияж, под тональную основу, она увлажняющая и освежающая цвет лица. То есть вы сами можете заметить по цвету этой базы, она немного розоватая, но когда вы ее наносите, у вас нисколько не розовое лицо, лицо действительно как будто бы освежается. И еще одна матовая помада, которую нужно наносить кисточкой, ее я пока не наносила на губы, но делала сводч на руке, который впоследствии я не могла оттереть никакими богами. Хочу поделиться с вами спонжиком для нанесения тональной основы. Этот спонжик у меня от фирмы Real Techniques, который я покупала у нас здесь в магазине DM. И девчонки, это самый крутой спонж, который я когда-либо использовала для нанесения макияжа. У него очень удобная форма, он очень классно растушевывает и накладывает тональную основу. То есть он мне нравится еще больше, чем сам оригинальный бьюти-блендер, про который я тоже вам уже рассказывала. И стоит он намного дешевле, чем знаменитый бьюти-блендер, поэтому обязательно советую обратить на него внимание. И мы почти подошли к концу, и сейчас я вам покажу помады. Конечно же, без помад у меня никуда. И первую помадку, которой хочется с вами поделиться, помадка от L'Oreal под названием Colorish J-Lows Nude. Она сегодня нанесена у меня на губах, и я получила ее в подарок от моей подруги. Очень красивый нюдовый оттенок, который увлажняет губы, и он имеет полупрозрачную пигментацию. То есть, когда вы наносите его на губы, он не закрашивает полностью цвет ваших губ, но придает такой приятный нюдовый оттенок. Следующая помада у меня от MAC, она матовая, очень темный оттенок под названием Antique Velvet. Я покупала ее еще до Нового года, и вы все знаете, что я не могу просто так пройти мимо темных помад. Еще одно пополнение в моей темной коллекции. Ну и наконец-то, последние две помады от марки Gerard Cosmetics, которые я заказывала на официальном сайте из Америки. Я показывала их уже в инстаграме, и в моем видео про фавориты 2015 года у меня был нанесен оттенок под названием Ruby Slip. Этот злосчастный, ненавистный, почти никому не полюбившийся оттенок, хотя многим он и понравился. Лично я балдею от этого оттенка, и на самом деле он не такой темный, как показалось в том видео. Там я его нанесла два раза на губы, потому что при нанесении в один слой помада начинает полосить. А так как я там была еще и в темных одеяниях, то моя камера при контрасте с черным делает кожу еще светлее, а все темные оттенки еще темнее. В реале у меня не такая светлая кожа, и как вы можете сегодня, например, даже заметить, в контрасте с белой рубашкой моя кожа выглядит загорелее. И помада, как я уже сказала, не такая темная. Это темно-бордовый оттенок, который имеет блестящие вкрапления, как бы блестки. Невооруженным глазом вы их не увидите, но эта помада красиво переливается на губах. И еще один оттеночек под названием Gravity. Я наносила его только один раз, просто дома, чтобы посмотреть. Мне он тоже очень понравился. Это такой темно-серый, сиреневый, я теперь не знаю, как это будет выглядеть на камере, оттенок. И кто меня смотрит, те знают, что я люблю такие нестандартные оттенки для губ. Классику, конечно, никто не отменял, но иногда хочется какой-то экстравагантности, чего-то интересненького, чего-то нового. Оттуда и все такие цвета. И на этом у меня все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Все ссылочки, все названия к продуктам я, как обычно, перечислю в инфобоксе, поэтому заглядывайте туда. Мы увидимся с вами в следующих видео. Всем большое спасибо за внимание. Всем пока!